Помните, мы с вами обсуждали пару недель назад о том, что как-то удачно у нас самолетопад начал происходить, российских сушек, да? Я высказал предположение, что мы не знаем обо всех видах вооружения. Вы со мной согласились, что можем не знать, что существуют тайные поставки. Смотрите, что Данилов сказал, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сказал, что это связано с усилением возможностей сил обороны благодаря западным партнерам, но не стал раскрывать подробностей и сказал, что не обо всем можно говорить публично с учетом договоренностей. Как вам кажется, это Запад стал использовать правильную, на мой взгляд, тактику тайных поставок или Украина расширила список тайных партнеров? Может быть и то, и другое, но главное то, что это эффективно. И главное, что это доказывает свою правильность, то есть тактика на самом деле правильная. Да, она озвучилась, кстати, вы знаете, она озвучилась в смысле критики прошлого года, когда о контрнаступлении украинском рассказывали чуть не каждый день на украинском телевидении, а также на российском телевидении, на французском телевидении и так далее. Да, и когда, значит, врагу надо было просто включить новостные каналы и слушать, что там у нас планируется. Вот теперь сделали выводы из всего этого дела, в том числе, кстати, и наши передачи помогли этому делу, потому что я же вам тоже говорил, когда вот там Буданов каждый день выходит перед камерой, это не его роль, его роль как раз вот наоборот определять эти цели и точечно уничтожать их с помощью своих специальных служб. Вот, а дальше там пиаром пусть занимается Офис Президента или Министерство обороны. Вот, и мне кажется, что правильные выводы сделаны, и эффективность повысилась. И плюс, здесь у этого есть еще, конечно, объяснение, которое я вам уже давал, но повторю. Российская Федерация тупо долбится в стену. Ей без разницы абсолютно, сколько у нее там чего упадет и сколько тысяч человек погибнут, потому что им главное достичь результата вот у них там перед выборами, там, да вы, во время выборов и так далее. И поэтому, когда они тупо ломятся в стену, они, конечно, не могут соблюдать всех тех необходимых средств безопасности, и поэтому у них такой дополнительный падеж. То есть здесь два тренда срослись. Первый, это то, что они заставляют своих летчиков быть более активными и ближе к фронту, и то есть подставляют их практически под вашу противовоздушную оборону, а вы очень эффективно научились этим делом пользоваться и не очень сильно об этом рассказывать. Вот. И два тренда, когда соединились, получился такой результат. Причем у него есть последствия. Потому что, я не знаю, видели вы это, не видели, но вроде бы там в пабликах российских, там, где общаются между собой эти пилоты, первым делом самолеты, да, а девушки потом, вот они между собой там по поводу самолетов общаются, они вообще теперь боятся садиться в самолет и боятся летать уже, потому что понимают, что их просто, вот точно так же, как на земле мясные штурмы с помощью фронты, точно так же такие же мясные штурмы теперь делают с помощью авиации. И они понимают, что, ребята, а вот это стрёмно летать-то теперь на фронт оказывается, потому что эффективно работают украинские средства. Вот. Так что, в общем, это очень хорошая новость. Мало хороших новостей, но когда они есть, про них надо вспоминать. Ну, число пользователей, наверное, этих чатов, пабликов, пилотов, оно же постоянно уменьшается, и вот что удивляет. Циничность Российской Федерации не удивляет. Мясные штурмы были, есть и будут, но на земле можно хотя бы понять какую-то вот эту извращенную их логику. Забросать мясом, и они отправляют штурм зачастую тех, кого им не жалко, более того, тех, кого нужно в Украине расстрелять, наоборот, чтобы они обратно не пришли насиловать, грабить, убивать, это зэков, да? Пилотов, подготовка которых стоит каждого, ну, наверное, не один, ну, высокого класса, это сотни тысяч долларов, если не миллионы долларов. А их бросать на местные штурмы, ну, это как минимум цинично и глупо, согласитесь? Ну, глупость путинскую бессмысленно даже обсуждать, потому что она у него просто с самого начала, потому что вся эта война – это глупость абсолютная. Вот, и поэтому если глупость он главную сделал, развязав эту войну, то дальше уже мелкие глупости на фронте обсуждать совершенно бесполезно. Бесполезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok